добрый день я несколько слов вот видел николая дульского там было интересно пока маджахет но я обратил внимание я сам думаю что николай все таки не прав рассчитывая на союз этих людей как бы и думаю что придадут они за деньги кого несмотря на их там пламенные красивые речи красивые слова слова летучим вот так а я вот обратил внимание что на люди как-то грубо иногда реагируют на мнение николая я думаю что это тоже неправильно потому что ну тут надо понимать то обстановку которую он работает россия ничем не хочет помогать это он совершенно только под нашим давлением она что-то делает не хочет помогать каким-то анти-газдепов ским таким силам до которых которые вы желали какой-то но позитивы стране тоже об этом запокостили все сланцем газом отравили землю и вот разбазарили все имущество да и вот мне кажется что просто видите что в россии чтобы бандерляне вот ситуация такая что очень большое количество людей голосуют у другие деньги есть вот хоть осла приведи с деньгами они голосуют об этом же говорит еще один лидер там там блогер но политолог скажем так мантян да в общем вот мы наблюдаем к сожалению вот это вот это непростой ситуация вот вижу что николай он очень сильно переживает за обстановку его эмоционально хочется найти какое-то быстрое решение но иногда вот этим быстрое решение они могут привести только каким-то еще больше провалов я не то что вот как быть что там злопыхательство и либо то что-то желал вот этих этих провалов буду рад ошибиться если у него что-нибудь там выйдет но по моему вот то что я провел там исследование то к сожалению вот я нашел запись да где там тащится пыток говорит о своих гнусных сексуальных вот пристрастиях вот и поэтому я вот думаю что все таки это ошибка ну скажите по чести и те кто реагирует а как подсказать жестко может даже зло кто из вас не совершал какие-то ошибки в людях какие-то вещи практически таких людей нет но упрекать вот то что он там был на майдане но это вы никогда не скрывал и поначалу я сам слышал что движение он белый молодцы на не было бандеровский мне так сказать направлялись но как протест против коррупции действительно вот это так даже в российских сми так был потом уже вот соединенные штаты но встроились в это движение там белый молод быстренько его переформатировали с большими опять-таки деньгами это не сложно вот так же было уже мы можем ругаться по этому поводу но также если бы объективно скажем было с нашим демократическим задвижением девяносто первом году мы могли построить супер и сильные государства супер возможностями и даже единое и в рамках россии почти российской империи ну может быть исключая там финляндия еще каких-то территорий вот там польши и так далее вот ну ладно и бог с ним а но вот мирикусе ксдпе которая строилась в нас как вирус наш генетический код она переформатировал все направила в свое свое русло и надо вспомнить высказывание тетчера на и не то что там радостно было выгодно нам или не будет я подумала что нам это выгодно то есть они решили воспользоваться для них не это не были какие-то демократии отстаивание демократических ценностей свобод для них бы то было вот момента строится в чужую систему в ген как у вируса да не начать вот там спида или еще какого-то вот и начать так сказать плодить себе подобных внутри так сказать систему и как бы вот этой ситуации я просто мы умеем в россии но как-то передраться друг с другом по любому поводу вот вот имея какие-то разногласия разногласия не всегда будут всегда но мне кажется что это должны вообще не как-то зло реагировать а наоборот то ну николаю какой-то может дать информацию более полно он кстати говоря об этом тоже обращался пассивно но увидите какой-то вот собрать чтобы он просто не совершил ошибки его к не ничего не навязывая ему ну как бы его воля ну как бы информация она как бы лишь не бывает я вот тут тоже в этом смысле сделают там можно ссылочки посмотрите мнение этого буджахеда я только хотел отметить его такое мнение что вот в одном из видео там вещает что россии там вторглась во множестве стран частности грузии я могу рассказать как россия торглась грузии вот такие живут товарищи там потомки чингисхан ну как они считают они нас они не потомки ну как они считают да вот с дагестана вот уже из полтора миллиона грузин осталось 60 тысяч и собирался еще с дагестана пошел отряд 30 тысяч сабель вот и иракли второй умолял екатерину вторую что матушка спасите погибаем совсем и и называл ее матушка и все и все и там были буквально слезные такие мы вели и тяжелейшие войны но это как вы знаете что турция швеция шведы очень тяжелые противники вот у нас много же было раненых солдат но все-таки снарядили 1700 человек и отправили и они отбили они отбили на пек иначе вот просто слова грузин бы не было и вот а сегодня значит это грузия накидывается что там абхазия на мусульманская абхазия которая вошла в совет в российскую империю добровольно не через какую-то грузию вот благодаря вот этим советским каким-то этим что она вот должна и там принадлежать вот это просто в то время как россии предоставила мне вот этот суверенитет да ну и просто грузину но просто спасла от истребления эти факты он нам этот демагог ставит нам это все в укоризну я могу и по другим но только просто вот один такой факт и вот я думаю что и достаточно вот как бы понять вот лживость и вот это вот фигур